Вопрос о хирургическом лечении проявлений, вызванных грыжами межпозвоночного диска, является очень важным и требует тщательного обследования, тщательного осмотра. Возможно, даже консультации смежных специалистов, не только невролога и нейрохирурга, но и травматолога, и да, иногда и ревматолога. Недавно проведенные масштабные исследования показали, что да, конечно же, максимально раннее оперативное вмешательство при симптомах обусловленных грыжей межпозвоночного диска, конечно же, уменьшает максимально быстро болевой синдром, облегчает состояние пациента. Но через 6 месяцев, через год, через два не имеет преимуществ перед консервативным методом лечения в плане частоты обострений, в плане качества жизни, в плане рецидивов грыж. Кроме того, выяснено и доказано, что сроки проведения оперативного вмешательства напрямую не влияют на результат оперативного лечения. Поэтому, прежде чем выставлять показания пациенту для оперативного лечения, необходимо как минимум два курса адекватного полноценного консервативного лечения в течение двух-трех недель с промежутком в две недели. И с использованием не только медикаментозных методов лечения, но и подключения физиотерапии, лечебной физкультуры, иглорефлексотерапии. Абсолютным показанием к оперативному лечению является давление корешков конского хвоста, которое сопровождается двигательными и чувствительными нарушениями. В частности, нарушением функции стопы, а не менее в аногенитальной области, нарушением функции тазовых органов. Кроме того, показанием к оперативному лечению является нарастание неврологической симптоматики, слабости в мышцах, нарастание двигательных нарушений, отсутствие должного эффекта от адекватно проведенного консервативного лечения врачом-специалистом с привлечением врачей смежных специальностей. Повторюсь, таких как травматолог-ортопед, таких как иногда ревматолог, и обязательно подключение к лечению врача лечебной физкультуры, физиотерапевта, иглорефлексотерапевта. Что же является показанием к оперативному лечению? Длительный стойкий болевой синдром, который не поддается консервативному лечению в течение 2-6 недель. Кроме того, появление неврологической симптоматики и прогрессирование ее на фоне стойкого выраженного болевого синдрома. Большой размер грыжи, который приводит к стенозу позвоночного канала. К сожалению, иногда бывает и небольшая грыжа при врожденных особенностях спинномозгового канала, может привести к абсолютному стенозу и потребовать оперативного вмешательства. Поэтому нет такой правильной градации, что грыжа 5 мм никогда не будет показанием для операции. Я умышленно не говорю никаких цифр. Здесь все зависит от состояния спинномозгового канала, от сопутствующей симптоматики, которую вызывает грыжа диска. Стойкое и прогрессирующее онемение в ногах, в ягодице, в области промежности. Появление нарастания нарушений функции тазовых органов, как отсутствие самостоятельного мочеиспускания и актодификации, так и невозможность удержать, так и преждевременное мочеиспускание. В любом случае оценивает показания к оперативному лечению врач-неерохирург совместно с врачом-неврологом. Продолжение следует...